Здравствуйте, друзья! В одном из фильмов я вязал весняночку, но ребята попросили, чтобы я изготовил попроще вариант личинки веснянки, так, чтобы можно было без всяких заморочек, лапок и всего остального связать. Я хочу предложить вашему вниманию несколько вот такой упрощенный вариант веснянки, который мы с вами сделаем. Ловит она не хуже, чем ту, которую я перед этим вязал. Для этого я подготовил, уже огрузил тело, привязал глазки, привязал усики и теперь нам остается только лишь закрепить хвостик. Я оторвал щепотку перьев охотничьего фазана и в месте крепления у загиба сделал небольшой шарик утолщения, для того, чтобы можно было мне потом мои усики хорошо развести. прихватываю в одной точке притяжной петлей. Не приматываю, посмотрю длину, если меня устраивает. Прихватываю в одной точке. Подтянем немножечко еще, вот так, да. И теперь, удерживая все перья, я подхватываю их в одном месте. Разделим пополам. И восьмерочкой закрепим левую и правую половину. Вот так, поделили. Теперь я переставлю крючок в удобное положение. Нам необходимо наши бородочки теперь окончательно выровнять. И скрепить лаком. Сохнуть, конечно, он будет несколько дольше. Но эффект нашего красивого хвостика, он у нас обеспечит. Вот так, с одной, с другой стороны. Вот так, наш хвостик уже готов. Пока мы будем дальше вязать мушку, он у нас окончательно схватится. Я добавляю на место крепления немножечко клея. И остатки пера, которыми мы будем сверху накрывать, переламываю и креплю здесь же у загиба. Оставляю в таком положении. Креплю последующие элементы. Для сегментации тела я взял небольшой вот такой кусочек ёлочного люрекса. Креплю его здесь. И леска, которой мы будем потом продавливать наше тело. Толщина лески приблизительно где-то 0,12. Толстой леской не увлекайтесь, потому что тело будет смотреться не очень красиво. Будет сильно выпирать наша леска. Переведем крючок в удобное положение. Тело я буду изготавливать из даббинга. Серого цвета. Мне помог немножко мой кот. Сперед линьки я с него добываю материалы. Сперва немножечко докладываем, потом можно чуть больше, больше, больше. Но не увлекайтесь, лучше 2-3 раза пройти по одному месту. Тело не должно быть рыхлым. Все неровности. И останавливаемся как раз в районе нашей грудки. Я беру теперь блестящий люрекс и начинаю выполнять обмотку. Это как привлекающий элемент, который носит неукрепляющую функцию в нашей конструкции. Можно использовать даббинг блестящий, как вы сочтете нужным. Я уже проверил, изготавливая так. В качестве обмотки можно использовать проволоку. Все, что вы сочтете нужным для придания дальнейшей сегментации. И теперь я беру, переворачиваю все наши перышки. Хорошо их вот так подравниваю сверху, чтобы они у меня были ровной конструкцией, облегающей. И здесь подхватываю. Вот так подхватили. И теперь я немножко, пару капель добавлю лака на спинку, которую мы сейчас изготовили из сегментов охотничьего фазана. И начну проматывать леской, продавливая, сегментируя дополнительно тело. Следим за тем, чтобы наша леска не утянула наши перышки. Здесь я делаю полный оборот, закрепляю леску и все отрезаю. Можно использовать в качестве чехольчика вот тот материал, который мы с вами оставили. Но так как он в работе немножко жестковат, я его убираю. С вами мы теперь должны закрепить следующий элемент. Это чехлик, который будем крепить из кусочка полиэтилена, который вот я подготовил. Заострим сейчас немножечко края для крепления. Вот так закрепили. Посмотрели, чтобы он у нас ровненько, красиво промотали оставшуюся часть. Здесь я делаю сразу для того, чтобы у меня был пышный чехольчик, парочку оборотов даббином. А потом будем крепить следующие элементы. Вот так будет достаточно. Посмотрим. И теперь для того, чтобы что-то напоминало мои ножки, я возьму остаток перышка вот такого куропатки, крашеный, и креплю здесь. Стараемся закрепить строго по центру, так как мы с вами сейчас после наматывания даббинга будем вот так переламывать и делать лапки. Ставлю опять крючок в удобное положение. Теперь я здесь формирую грудку. Мы промотали, подготовили наше тело. И теперь остается завершающий элемент, который мы должны с вами сделать. Это закрепить перышко сверху, которое будет имитировать наши лапки. Отбираем определенное количество бородок. Держим его так, чтобы оно находилось у нас сверху. Подровняли. Прихватили. Переломили. И здесь же хорошо-хорошо его промотаем. Остатки перьев отрезаем. Наши вот импровизированные лапки почти готовы. Теперь нам необходимо на месте, где мы промотали ниткой, добавить еще немножечко даббинга. Вот так. И теперь следим за тем, чтобы наши перышки равномерно распределились. Берем и перегибаем нашу пленочку. Я ее предварительно подкрасил фломастером изнутри. И здесь, перед глазками, так, чтобы огибало хорошо чехольчик нашу спинку. Вот так, слежу за этим. В таком положении оставляем. Подровняли, если нам необходимо. Теперь необходимо выполнить операцию, перед глазками промотать. Но для этого надо нам вот так подхватить с одной стороны. И восьмерочкой я вот так обхватываю место крепления перед глазками. Захватили. Вот так. Прихватили, как видно. И теперь я в месте крепления переламываю. И уверен теперь, что мой полиэтилен никуда не денется. Промажем теперь нитку клеем. Сделаем завершающий узел. Отрежем остатки. И наша мушка почти готова. Я отрезал пленочку. Верхнюю часть пера, которым делали мы чехольчик сверху на нашем теле, вскрыл лаком. Промазал место крепления клеем. Лапки мы подравнивать не будем, так как нам наша длина вполне устраивает. Вот мы и изготовили с вами личинку веснянки, которая довольно-таки уловисто практически в любое время. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok